восприятие отделки больше на нем передвигаться full led technology угольный фильтр стоит в бардачке и не работает без ключевым доступом что он то работает то соответственно работает я не знаю на чем вы друзья ездили машина так не ездит отсюда взять какие-то данные вообще не мешает из особенностей на руле вот есть вот такая кнопочка при этом все вот аналогично вот вот так это выглядит сверху примеру это очень удобно по трассе едем ведь он показывает хотелось бы чтобы заряжалась быстрее при разной стиле езды будет разная подсветка он сам сбрасывает значит из нюансов адаптивный режим для меня знать какое-то ощущение понятной но сидеть здесь очень комфортно очень удобное сиденье по полке есть друзья нюанс но без этого никуда но вот на данный момент это так появился датчик дождя очень удобно сделано намывайкой все друзья добрый день я андрей артемов и сегодня у меня на обзоре автомобиль джили куры пошли смотреть когда я выбирал автомобиль мне очень понравился джили тугелла перед тем вообще на самом деле когда я выбирал я очень много ездил на каршеринге смотрел автомобили и выбирала ну чтобы для себя понять какой автомобиль предпочтитель не ездил на многих автомобилях китайских производителей но больше всего мне понравился джили джили это были колорей в предыдущем поколении и джили это был атлас а тугелла к сожалению не было но мне понравился тугелла за то что она большая похожа на x6 только дешевле в разы и меньше с двухлитровым двигателем достаточно мощным и полным приводом но когда мне в рекламе всплыл колорей я посмотрел на эту красивую машину и сказал что ну для себя я понял что будет еще рестайлинг который на сегодняшний день есть тугелла и выбрал себе этот автомобиль здесь полуторалитровый двигатель 4 цилиндра здесь а давайте капот сразу дернем посмотрим собака замерзла капот кстати очень легко открывается полтора литра 4 цилиндра ну вот здесь на самом деле вот моторный отсек я даже не знаю что здесь показывать обычный автомобиль из плюсов здесь и щуп в отличие от манджарика и всех остальных фильтр аккумулятора тут блок предохранителей сам двигатели охлаждайка омывайка кстати очень удобно сделана омывайка сейчас начнем с этого отсека значит обычно колбы эти по другому выглядит все возможно одинаково но вот крышки другие здесь мыть она откидывается обратно на не идет и соответственно удобно сюда наливать и соответственно ее закрывать все больше здесь принципе ничего не нужно масло меняют есть масло меняет дилер вот я делал то обзор есть на канале в октябре 9 9 947 но вот все шумоизоляция эти тепловая защита щиты стоят ну и всякая фигня значит что мне здесь все нравится во первых здесь нравится что есть тепло шумоизоляция мне нравится что здесь есть резинка на эти не нужно ничего колхозе что-то делать где-то дополнительно но единственное что возможно конечно здесь есть кочерга но так как я сюда капот вообще в принципе открывал пора для того чтобы залить жидкость умывателя но мне она не напрягает можно было поставить эти газовые упоры и он будут как на автомобилях премиум-класса бы открывался у автомобиля без ключевой доступ то есть вы берете вот ключ ключ кстати очень круто выглядит можно его дистанционно заводить так смотрите нажимаем сюда все он закрылся автомобиль нажимаем закрыть из держим вот эту все двигатель их автомобиля запущен в автомобиле будут закрыты двери и соответственно никто не сможет подойти и соответственно и открыть и она будет вот так стоять пока вы сами не зайдете не подойдете к своему автомобилю не откроете соответственно двери и не сядете во внутрь автомобиля здесь очень много различных вспомогательных штук нужных кому-то может быть ненужных но в принципе все очень хорошо работает адекватно не было никогда проблем почему там не открывается двери как например у манджарика и всего остального в целом мне очень нравится как выглядит автомобиль здесь хорошая посадка из единственных это слабое стекло либо мне так повезло у меня уже прилетело сюда два камня вот один камень прилетел и вот там у меня второй причем так неплохо вот обратите внимание я думал что нужно будет когда заменю стекло ветровое на новое обклеить все пленкой но вот у меня у знакомого есть манджарик у которого оклеена все пленка и пленка тоже не помогла и в то же то в общем то же самое понимаешь что то ли тонкое стекло то ли вот у него такая есть особенность дневные ходовые огни здесь есть датчик дождя датчик кстати здесь появился датчик дождя вот это очень крутая опция датчик света и автоматически включается фар здесь автоматически работать и ближний свет и дальний света это вот когда салон сядем я вам все покажу и расскажу она чем-то мне вот этот рисунок напоминает lexus rx если не ошибаюсь или lx и вот эта часть тоже не напоминает lexus значит из особенности вот аэродинамики вот это всегда почему-то всегда в грязи и когда ты смотришь очень ну не всегда все хорошо видно потому что вот видите я щеточкой протер а здесь вот очень много пыли хотя пару дней назад принципе я мыл автомобиль не знаю посмотрим как конечно будет все это все зимой но вот на данный момент это так машина мне нравится вот сейчас с этим с багажника начнем потом пойдем внутрь смойте везде здесь есть камеры камера сзади камера где лопухи вот она и здесь на 360 градусов он все показывает вот еще одна камера где-то датчик здесь вот здесь спрятан и датчики спрятаны соответственно верху откроем с вами багажник открывается он с кнопки поднимается вот это тоже очень классно багажник я не знаю сколько здесь литров но мне багажника хватает мне это подарили это вожу когда езжу в дальнобой если надо поспать вот у меня есть покрывало 20 литров канистра вот такой турникет на всякий случай вода моя кепка это для собаки но без этого никуда то ездит далеко знает и и вот эти обычные тряпочки есть у меня вот такой раритетный зонтик из верка каупа это сети европейских магазинов когда можно было еще ездить и из моих приобретений я купил себе вот такой компрессор блин вообще крутая штука подключается и к прикуривателю и к юсб и выставляешь найти как на заправках выставляешь давление здесь два и три в колесах и он автоматически себе их подкачивает вот это конечно очень круто что не нужно самому смотреть на шкалу там и выбирать и у меня есть еще ворсовые коврики но пока их не открывал там ими не пользуюсь коврики кстати такие прикольные очень легкие и мягкие тут есть подсветка и единственное что вот в бардачке вернее в багажнике здесь часто бывает ставят дополнительно прикуриватель но здесь его нет ну не знаю мне как это не парит мне это не нужно кстати еще пока не забыл так как я очень часто езжу в дальнобой вожу с собой бензин потому что когда ехал в москву огромные стояли очереди на платке и после этого взял канистру на 20 литров на всякий случай и мне очень понравилась канистра и здесь вот такая специфическая система называется кесля это друзья не реклама мне за это никто не платит просто хочу поделиться своим опытом здесь анти бульк то знаете она когда ты выливаешь бензин она вот так и не скукоживается и обратно не здесь такого нет и все очень удобно это а другой канистры у меня осталось здесь вот вот эта штука она спрятана здесь внутри это очень удобно потому что обычно когда ты наливаешь потом это воняет все бензином то здесь такого нет молодцы не знаю это наши и там кто-то другой делает все остальное значит итак здесь у нас полка по полке есть друзья нюанс значит и я вот на эти не просто обозреватель до какой-то а я вас собственник автомобиля я его эксплуатирую я понимаю сорока похоже да там значит вот эта полка очень мягенькая то есть она вот такая знаете хлипенькая то есть если я на предыдущих автомобилях мог себе позволить сюда что-то положить то ну вот сюда я честно побаиваю здесь у меня только собака спит и держится она такая вот она вся вот то есть можно сделать было ее чуть потолще поплотнее было бы наверное ну все-таки получше из плюсов что здесь кнопочки закрывается багажник это тоже очень удобно так сейчас будет небольшой грохот все открываем лючок у нас здесь 95 бензин положено заливать тут написано 91 не знаю очень удобно сделано что когда-то отворачиваешь и прям вот сюда вставляешь и она держится на си не болтается как это там бывает ему других автомобилей колеса смотрится симпотность здесь везде датчики давление есть во всех четырех соответственно колесах 5 болтов тормоза спереди и дисковые тормоза дисковой сзади на разных комплектациях разные эти диски вот на зиму думаю себе 17 взять потому что эти 18 это резины которые хотела вот с таким профилем это 215 215 55 r18 я не нашел было только старые модели хочу там определенные пока мы здесь давайте мы включим с вами ближний свет фар вот видите у нас есть и габариты и вот они ближе не включился да практически не видно светит кстати ночью очень хорошо я очень доволен светит просто очень круто и здесь единственное что нет этих поворотных фар остальное все конечно здесь сделано у джили очень хорошо значит вот мое водительское место сейчас мы сядем прямо за мной сразу обращаю внимание сколько здесь много места реально много и вот смотрите я сажусь у меня 175 роста и у меня здесь еще тут сколько сантиметров 15 закрываем дверь и над головой тут еще 5-7 сантиметров ну кстати не сказать чтобы много в семье никого нет высоких под метр девяносто поэтому не знаю хватит нам этого расстояния или нет но сидеть здесь очень комфортно очень удобные сиденья знаете такие вроде они вроде они кожаные но вот как-то в общем они не скользят вот это большой плюс стандартные коврики наверху есть рейлинги здесь есть люк он сдвигая поднимается и соответственно сдвигается давайте сядем тогда за руль и посмотрим здесь что у нас есть с управлением после того как мы сели в автомобиль который завелся закрытый нажимаешь на педаль тормоза и вот включается дополнительный дисплей здесь два разных дисплея видно пока что-то такое ощущение подешевле этот соответственно подороже здесь android не знаю какой версии значит основная основная панель для водителя показывает показывает километраж показывает расход топлива ну мы сейчас стояли поэтому он поднялся было девять и девять показывает среднюю скорость сколько мы ехали обороты 0 7 это для них нормально здесь скорость и различные штуки когда мы там круиз там включаем удержание определенной скорости там и так далее показывает какое работает радио кто пристегнут у не пристегнут здесь это очень такой четкий датчик что даже собаку когда она ходит по креслу сразу показа что-то не пристегнуть начинает пищать паркинг драйв нейтраль и задняя скорость и режима а есть несколько режимов они переключаются вот этой штукой драйв мод если я правильно произношу и когда мы эти режимы переключаем то появляется вот есть комфорт есть и эко режим есть спорт есть адаптив адаптивный режим значит из нюансов а вот адаптивный режим для меня знать какое-то ощущение понятны то есть ты вот стоишь например тебе нужно стартануть на газ нажал он секунду думает при этом если вы будете ездить на комфортном режиме такого вообще нет то есть очень четко бодро ездит автомобиль вообще без каких-то вопросов но с адаптивным что-то они тут намудрили вроде он должен подстраиваться под стиль вождения но никто не говорил что он должен тормозить вот у меня с адаптивным есть нюанс и плюс адаптивным значит вот он здесь отображается видите этот адаптивный когда переключаешь его и вот эти символы вот видите вверху меняется вот эко режим и вот соответственно спорт режим оставим пока адаптивный значит вы например поездили на целый день на комфортном режиме остановили заглушили двигатель снова его завели через минуту и у вас блин адаптивный режим он сам сбрасывает до адаптивного вот это я не понимаю почему он не оставляет последние настройки именно по коробке но видно там китайцам наверное виднее нормально сделанная дефлектора обдува очень хорошо регулируется все четенько вот так она закрыта вот так соответственно открыто и ты регулируешь ее кнопка старт-стоп для того чтобы запустить двигатель нажимать стандартно на педаль тормоза и на кнопку аварийка это изменение температуры больше-меньше так это выключим пока не на одном вот 19 градусов к примеру да поставим он сразу все показывает это выбор режима то есть вот мы можем выбирать куда будет дуть воздух авто это сразу включится кондиционер это просто кондиционер включаем и выбираем куда должно дуть это соответственно воздух будет циркулироваться только внутри это быстрый авдубь лобового стекла и это подогрева здесь все вот сделано знаете вот бывает машина где нет кнопок я например ездил в хавале мне очень не понравилось я таки не понял только под конец пути понял как вообще температуру изменить то здесь это все вот видишь меняется вот вверх вниз и ты выбираешь 19 да тебе хорошо также можно на сиденье выбрать его подогрев слышите да как срабатывает трамблер вот есть такой звук блин могли бы сделать чтобы это было тихо есть различные настройки например если сюда зайти то здесь есть автосушение очистка воздуха таймер вентиляции есть автоматический режим слабый комфортный сильный и задержки в меню то есть она 5 секунд горит 10 или 15 есть экорежим для сохранения энергии видно когда мало бензина на улице например холодно или жарко у тебя работает кондиционер так он видите с улицы забирает не с улицы прикольно нарисовано кстати все по хорошо графика очень хорошая так что здесь еще можно посмотреть здесь можно кстати здесь из моментов вы когда садитесь запускаете двигатель мультимедиа на вот так для того чтобы заработал звук нужно нажать на экран а сейчас его выключим и вернемся соответственно обратно заходим настройки и настройки автомобиля первое стеклоочиститель у нас есть когда вы сдаете задним ходом то можно чтобы оно включалось и я убрал эту функцию зеркала автоматические складывания при запирании фары провожающий свет фар 30 секунд 60 90 то есть и подсветка дверных порогов когда вот становится темно тут вот тут не автоматически это работает а ты выбираешь время вот у меня 19 часов стоит пример сейчас потому что темнеет уже раньше и вот здесь подсветочка загорается внизу для ног и когда ты выходишь что соответственно фары должны светить но у меня почему-то они никогда не светили то ли это глюк то ли дождаться когда будет более темно я еще так никогда не ездил и не приезжал вернее и замки значит когда ты ставишь на сигнализацию здесь есть только фары или свет фары звук звук я убрал потому что если приедешь поздно чтобы никого не разбудить не ругались сам автомобиль значит здесь можно назвать номер там вин его и так далее заходим в настройки автохолд это когда ты подъехал остановился светофор и двигатель заглох потом запустился мне это не нравится есть пи спорт даже не знаю что это такое я не гоняя на автомобиле езжу как пенсионер мне это не надо эта система помощи при спуске тоже еще пока не использовал система помощи при парковке вот она у меня включена но я не использовал если мы про нее поговорим и есть так подождите вру автохолд это не старт стоп автохолд это ты подъехал остановился и он на задней колодке зажал и ты не нужно ногу на тормозе держать очень давно вот он старт стоп я его выключил потому что он работал изначально мне это не понравилось и что у нас окна автозакрывание окон при запирании прикольная штука то есть все открыто вы включили эту функцию поставили на сигналку закрыли автомобили и все автоматически закрывается и автозакрывание окон во время дождя вот это офигенная штука сейчас мы ее сегодня с вами проверим дальше есть здесь экран яркость экрана выбираем режим настройки ночь день вот у меня день с 7 утра ночь с 19 ограничение видео это у нас во время движения просмотр видео недоступен можно убрать эту функцию и у нас есть так атмосферная подсветка выбираем ее яркость вот видите при разной стиле езды будет разная подсветка музыкальный ритм изменение цвета мерцающий вот у меня это взаимосвязь с режимом движения я выбрал изменение подсветки зависимости от скорости цвет темы индивидуальной настройки то есть вот можно тут выбрать вообще что вы хотите и вот эта вся линия будет светиться очень красиво так мы вот это ставим есть беспроводная зарядка она прямо вот здесь на одиннадцатого а нет есть смотрите да все заработала есть у одиннадцатого беспроводная зарядка то есть вот получается ну поставила она здесь заряжает заряжается на самом деле медленно хотелось бы чтобы заряжалась быстрее но это есть функция она работает можно включить можно и отключить если не нужно при этом здесь есть раз юсби это камера повернись вот этот юсбшник у нас для того чтобы подключать телефон и была навигация музыка и все остальное это у нас зарядка и еще внизу есть камера вот тут у нас есть еще дополнительно прикуриватель с этим разобрались заходим система безопасности это расстояние что если вдруг вот у вас будет маленькое расстояние он начинает сигнализировать потом сам резко тормозит и это работает предупреждение о фронтальном столкновении настройка чувствительности низкий средний высокий ну соответственно будет наверное разное вот у меня стоит средний как было здесь есть штука которая показывает когда ты едешь сто двадцать километров и больше он начинает пиликать предупреждение об ограничении скорости это вот по знакам он будет пиликать и кстати вот здесь есть особенность ты например включил но после того как ты заглушил двигатель и завел это снова не включено и вот когда идут эти знаки он все вот прямо вот здесь на панели табло он показывает какие знаки какие скорости и напоминание вот оно как раз распознавание дорожных этих знаков прикольная штука дальше есть мониторинг слепых зон это вот в зеркалах если рядом автомобиль в слепой зоне он тебе показывает что нельзя перестраиваться и система контроля этих зон так и еще у нас тут настройки информация по память устройства 41 занята то сюда можно что-то закачать свободно 37 и 7 гигабайт приложение 1.6 система то есть можно что-то поставить но непонятно как об устройстве тут версия по тут android напомнилась заводские настройки можно сбросить и настройка блютуз значит блютуз работает круто громкая связь работает очень круто это первый автомобиль с громкой связью где когда ты разговариваешь тебе прекрасно слышно понятно что ты из автомобиля разговариваешь но при этом все очень круто работает и я очень доволен все то есть вот ты сел в машину запустил двигатель он сразу показывает что у тебя телефон подключился так так это у нас было это у нас климат я вам уже показывал здесь у нас все основные приложения это приложение для подключения андроида это телефон вызов можно также включать его при помощи вот этой кнопки здесь видите она так нарисована я еще кстати думал что она там вот сюда нажимаешь это ответить а вот сюда нажимаешь сбросить но это просто одна кнопка есть мультимедиа в мультимедии у нас радио apple carpay bluetooth и usb если подключены а видеозапись здесь четырехканальный со всех камер он записывает постоянно и вот смотрите мы сейчас нажимаем на например на педаль тормоза вот он ведь показывает что мы это сделали нажали это он все записывает покажет и километраж и как мы на газ жмем и обороты двигателя и вот все что мы что у нас работает там указатель поворота например когда мы включаем он все это будет показывать так вернись обратно видео записи значит также здесь можно включить повтор в настройках здесь есть установка длительности то есть это каждые три минуты он будет записывать такие файлики форматирование восстановление заводских настроек сами камеры я вот не скидывал никогда на компьютер поэтому тяжело сказать но когда ты едешь смотришь на эти камеры ну меня все устраивает здесь камеры нормально отображает лес они так знаете зеленые месиво нормально видно что это грунтовка видно что это соответственно там зеленая трава всем можно посмотреть что сзади что сбоку посмотреть ну очень прикольная штука есть аварийная запись остановить съемку есть повтор вот можно посмотреть записи которые есть работает это когда включен двигатель вот где чего когда ты ездил как этот ну давайте включим по трассе едем видите он показывает километраж что ты жмешь как жмешь и вот все ну видите прикольные переключения по качеству не знает тяжело сказать есть обзор 360 это вот эти же наши камеры и здесь есть как раз парковка здесь можно убрать эти линии можно не убрать из плюсов что когда поворачиваешь руль обратите внимание поворачиваться эти линии при этом они очень четко работают то есть можно в принципе сюда смотреть и ехать и нормально припаркуешься есть звук парктроников он как на бмв показывает расстояние очень красиво можно переключить 2d режим то есть он вот такой будет а подождите вот 3d режим все извините друзья это 2d все вот значит так же можно посмотреть крупнее и там с разных камер к примеру это очень удобно знаете когда вы паркуетесь и чтобы не выходить просто включаете камеру и смотрите где там какой-то там видите как сделано там поребрик или еще что-то зайдя в настройки есть 3d-ображение эффект есть прозрачной модели это когда наша машина вот так прозрачная к примеру знаете это удобно когда какое-то препятствие под машиной люк например или что-то можно подъехать и припарковаться так как вам нужно есть авто включение камеры на низкой скорости то есть мы вот например сейчас с вами включаем указатель поворота и у нас сразу же включается камера и у нас есть выбор цвета то есть автоматически его нет вы можете выбрать любой цвет который вам нравится хотели например синюю а получилось так что у вас серая машина вот выбрали там к примеру серые и есть парковка значит парковка есть параллельно перпендикулярно выбрать место и она где-то сейчас еще была я понял наискосок а вот вот она можно видите поставить вот так машину можно вот так поставить машину или вот так я ни разу не парковался у меня с парковкой нет проблем поэтому в принципе я этим не пользуюсь а есть еще вопросы к звуку я помню что когда только тугела вышла там были нарекания что звук крепит вот мы сейчас с вами включим звук радио в общем не знаю конечно как на микрофоне будет отражаться мне звука хватает то есть знаете ну не знаю больше мне не нужно значит на рулевом колесе у нас есть кнопки здесь у нас включается адаптивный круиз контроль здесь у нас мы выбираем скорость больше которой автомобиль не поедет это уменьшение расстояния адаптивного круиза это увеличение голосовой набор что-то можно включить это выход всегда на начальную картинку она вот такая включение отключения звука переключение станции громкость больше ниже когда мы нажимаем то это у нас переключение между вот этими всякими проигрывателями есть у нас автоматический свет есть у нас ближний есть габариты есть ноль и есть автоматический дальний свет когда соответственно включится ближний свет автоматически то будет показываться значок дальнего света вот один раз сюда включили и еще раз один раз нажали это соответственно выключили указатели поворотов, вот такой звук послушайте звук приятный и при этом, видите, он сразу здесь на дисплее показывает, то есть это может быть удобно, может быть нет, везде по-разному если что, можно всегда взять назад отключить по этой ручке проговорили, здесь у нас соответственно есть датчик дождя вот мы его выставляем как нам нужно и есть включение задней щетки вот все также можно нажать наверх она будет прерывистая, а если нажать подержать то у нас еще, подождите, не нажать подержать а от себя или на себя, я уже не помню и у нас будет соответственно она омываться будет с омывателем здесь еще что мне нравится вот смотрите, черная везде отделка обшивка, и вот это конечно прикольно здесь есть и подушки безопасности и шторки безопасности в общем по безопасности есть все что нужно это конечно круто, для меня это важно а если обратить внимание на потолок то здесь мы видим люк открывается шторка механический электромоторчик стоит так же она соответственно закрывается можно включить нажав кнопочку на проветривание можно просто вот так открыть люк нажимаем, он останавливается нажимаем дальше, он продолжается то есть не обязательно его открывать полностью можно открыть так как нужно вот так это выглядит сверху он такой, знаете, немножечко подзатонированный поэтому в принципе нормально а здесь стандартно есть козырьки от солнца они причем кстати очень хорошо вот эти останавливаются везде то есть не знаю как это они сделали но все работает открываешь, здесь есть вот свет можно посмотреть при этом все вот аналогично повторяется вот здесь в козырьке для девочек у нас самое то губы покрасить и все такое здесь у нас подсветка светодиодная красивенькая здесь подсветочка и здесь вот тут заглушки стоят наверное в какой-то не знаю там объемнике или еще что-то я не знаю для чего это но вот для этой максимальной комплектации здесь стоят заглушки а дальше вот переходим к основной панели водителя вот здесь есть такая кнопочка трип на ней написано нажимаем сюда и вот здесь он сразу показывает общий километраж, который мы проехали его можно сбрасывать показывает давление в шинах в барах показывает общий пробег и когда жмешь на газ он показывает там расход топлива вот у меня стоит на трип один на руле вот есть вот такая кнопочка когда мы нажимаем то здесь появляется дополнительное меню вот так лучше здесь у нас значит управляется все при помощи вот стрелочек вернее вот этого колесика нажимаем и вот она ходит вверх-вниз EPS мод здесь можно выбрать уровень комфорта у меня стоит нормал здесь при 120 км в час и выше ну когда 120 набирает будете постоянно пищать включить звук либо отключить у меня стоит этот звук и вот здесь обратите внимание вот видите 120 км можно в принципе выбрать другую скорость можно выбрать чуть больше можно выбрать чуть меньше выберем 125 громкость когда автомобиль едет чем быстрее тем у него соответственно становится громче звук из динамиков и вот можно его выбрать дальше у нас есть дальше у нас есть показывать сколько осталось дту восемь тысяч восемнадцать километров переходим персонализацию и вот здесь можно обратить внимание выбрать ну такая настройка боковая где будет показываться обороты двигателя и все остальное но вот мне больше всего понравился круг не знаю почему кстати обращаю внимание что почему-то большинство его выбирают дальше есть у нас еще информация если какие-то есть ошибки тот понимаю выходит сюда все на этом эта кнопка у нас друзья с вами закончилась а взял специальный айфон сына для того чтобы продемонстрировать вам как работают apple car play вот включился у нас apple car play выглядит он очень круто и позвонить можно там и музыку и все а включили с вами навигацию вот можно посмотреть ну вот здесь смотрите значит из особенностей не работает алиса выглядит все круто вот не работает алиса для меня это минус и минус для меня что если вы хотите там приблизить уменьшить это вот не щепками делать стандартно это делается кнопочками и чтобы например пройти влево или вправо то есть вот нужно вот так делать ну в общем как то так странно а так играет радио переключается станция но например если идти далеко и станция не ловит а интернет практически всегда по мне вот лучше чтобы играла соответственно алиса сейчас подключим телефон на андроиде для того чтобы работал этот показ дисплея нужно вот это приложение qd-link называется это мы с вами заходим вот сюда друзья qd-link выбираем он показывает что нет подключения нажимаем на вопросики вот здесь есть qd-link с google скачать либо с сайта производителя камеру наводим перекидываем скачиваем и все значит и в настройках приложения можно сделать чтобы включалась автоматически сейчас включу телефон извините не очень удобно одной рукой держать камеру и включать его подключаем телефон жмем начать и у нас начинает все окей нам не нужно отображаться жмем вот на эту кнопочку а вот есть навигация видите навигация только на google предлагает есть музыка позвонить ну вот жмем сюда здесь сразу отображается яндекс и вот ц и здесь у нас есть какие плосы алиса включи музыку и алиса соответственно включает друзья музыку которого очень хорошо сейчас просто выключен звук вот а соответственно так все работает из плюсов что это все делается щепками и соответственно все повторяется вот на телефоне но при этом дисплей телефона всегда включен с apple meet so will им совсем все по-другому потому что там соответственно дисплей будет телефон выключен а еще хочу вам показать особенности автомобиля так извините мой бардак а здесь удобно что-то хранить руки протер салфетки сюда закинула управление здесь всеми соответственно стеклоподъемниками если вы нажимаете вот это вот у меня обычно машинах блокировались вот эти кнопки а здесь блокируется сразу все три то есть твоя работа то все три заблокирования то ничего не может открыть на закрывание дверей происходит автоматически на скорости от 15 километров в час регулировка зеркала складывания у меня сделано так что когда ставишь на сигнал коми складываться матически здесь вот удобно разместить зонтик бутылку поставить там 0 3 литра здесь еще кармашек дополнительно у водителя получается у нас регулировка электрическая здесь здесь у пассажира регулировка двери соответственно не не электрическая регулировка механическая сейчас туда подойдем здесь у нас кнопки это открывание закрывание багажника очень удобно это у нас парковка и это у нас регулировка по высоте света открывание багажника здесь у нас эти водоохранители вот так педали выглядит газ и тормоз что еще а еще из нюансов из моментов значит везде есть крючки для того чтобы повесить вещи здесь крючок вот на вот этой боковинке расположен обычно крючки расположены вот здесь и либо здесь сверху когда вот у меня были вот здесь сверху то получается что все это висит и мешает мне лично обзору а вот здесь сбоку вообще не мешает и мне это очень нравится по шумоизоляции у меня вообще нареканий никаких нет карта вот задних дверей есть обратите внимание что здесь тоже под бутылки сделано все сделано удобно вот где вот такие знаете места где можно затереть везде вот это как кожа назовем так ремни здесь регулировка она по высоте идет можно сделать и выше можно сделать ниже под свой соответственно роста у час просто машина нут в сверху в пыли но когда есть по пыльной дороге вот здесь может быть пыли вот сюда она уже соответственно не доход с уплотнителями здесь принципе все хорошо так что еще хочу показать а кстати с этой же кнопки обращаю внимание что ее нажимаешь и не нужно ничего делать и также закрывается багажник по мне это очень круто не у каждого автомобиля это есть здесь обращаю внимание механически все работает для того чтобы вам кое-что друзья показать так как здесь есть камеры соответственно камеры с камерой и запись сюда можно поставить карту памяти ставится она вот сюда но как отсюда взять какие-то данные я честно говоря не знаю то есть она прям вот здесь под сиденьем камера обычно вот это ой камера карта памяти обычно вот эта сдашка принципе ну я так понимаю что так как вот я в панели не нашел как можно извлечь эти данные здесь нет никакого подключения кабеля то для себя понимаю что нужно будет вытаскивать карту памяти но кстати если кто-то разобрался знает другой способ друзья напишите в комментарии в машине здесь робот семиступенчатый парковка это ручник и вот система переключения есть бардачок он достаточно большой но мне всякая фигня я вожу нужная как говорится ненужная а салона хватает машина высокая ездишь везде нормально 19 сантиметров клиренс если не ошибаюсь в принципе мне этого хватает защиту я никакую не ставил когда покупался автомобиль сразу попросил что смотрелся видео про китайские автопрома что говорю сделайте мне пожалуйста антикоразийку и они сделали антикоразийку полностью днище как аль этих арок всех и соответственно его прикольно машину поднимают они там все это разбирать и так это быстро делают и покроет он такой хороший толстый слой для обработки мы используем оригинальное материал которая поставляет или мотор есть везде партроники ведь и даже есть боковые то когда паркуешься он показывает расстояние как у бмв сколько осталось до соответственно препятствия ночью как я уже говорил камеры смотрят хорошо машину на дороге не козлит управляется она четко разгоняется она очень плавно вот мне вот разгон управления напомнила автомобили mercedes то есть хорошо держит дорогу и не знаете такого резко что нажал на газ полетела это там жался в сиденье бедный то есть она это делает очень плавно вот прям как заявил производителей и мне это очень нравится внешний вид кому-то нравится кому-то как говорится на вкус и цвет все фломастеры раза но мне она очень понравилась и больше понравилось чем тугела то что нет вот этого большого среза и соответственно более высокие люди у тебя могут спокойно сидеть сзади спойлер это какой-то пластик не знаю прикреплен он там или приклеен но смотрится так знаете красиво но машина так не ездит как выглядит вот эта задняя часть этого автомобиля везде лампы они все светодиодные когда ты включаешь указатель поворота или что-то все очень красиво горит мне это понравилось а когда вы едете по пересеченной местности я недавно ездил знаете вот когда гусеничный трактор проходит и вот такие бороздки ставится был вот и гнать и просто даже не ощущаешь подвеска очень достаточно комфортная но я бы читал отзывы там видео смешно жестко я не знаю на чем вы друзья ездили что для вас это жесткий автомобиль обычно нормальный комфортный автомобиль прокатитесь просто на хонде вот там да там может позвоночник складываться или subaru impreza если не ошибаюсь модель спортивный там трендис там есть каждую кочку ощущаешь на своем теле здесь такого нет что еще сиденье очень удобные но если вы достаточно крупный человек то возможно вам будет некомфортно потому что это китайский автомобиль китайцы достаточно мелкие они соответственно сидухи делали под себя если вы будете большой крупный то возможно вам будет некомфортно и поддержка давить а так с моей комплекции в принципе все хорошо я доволен заводом 12 тысяч ничего не сломалось полагаю ничего не сломается масло не ест ржавчины нигде нет ничего не гниет все работа ничего не отваливается нет вопросов как у некоторых моделей джили с бесключенным доступом что он то работает то соответственно работать здесь с этим все работает и сейчас мы с вами еще проверим одну функцию когда примеру вы припарковались оставили открытый люк двигатель заглушен машина на охране и вы куда-то ушли и пошел дождь а закроется и люк автоматически или нет смотрите внимательно оставил сзади левое стекло открытым и люк на проветривание ставим на сигнализацию все она помигала все сложилось так как стоит настройка не закрывать это автоматически поэтому все открыто ну и вы ушли куда-то там ушли спать и к примеру начался дождик у машины соответственно есть датчик дождя вот здесь сверху и не работает а почему не работает заработал не сразу в общем друзья эта функция работает возможно не так ли надо было как-то на датчик попадать как только датчик понимает что вот на него попадает влага и соответственно все автоматически закрывается это конечно большой плюс примеру в частном доме живете у сохраняемой территории приехали окна открыты для того чтобы вентиляция была автомобиля чтобы было особенно в жаркий период а чтобы не жарко было и соответственно люки у вас закрывается также есть еще такая фишка что если вы ключ оставили в автомобиле так на всякий случай багажник откроем вот ключи сюда положил закрываю и ставим на сигналку вот он просто мигает и не ставит открыл багажник потому что боюсь когда вот есть ключ вот сколько у меня получалось что его в сумке забывала в машине оставлял или в бардачке то соответственно двери не закрываются также вот у вас к примеру открыт багажник вы можете что поставить на сигнализацию но при этом багажник останется открытым нужно будет прийти и нажать кнопочку также когда вы подходите к автомобилю и он соответственно у вас на сигнализации можно также открыть багажник что-то взять и убрать и потом его закрыть а еще у меня например из нюансов я вот не знаю это у всех так или мне только повезло значит например ты есть что с кондиционером то бывает без кондиционера но в зависимости от погоды когда жарко конечно уже кондиционер хочется машина все-таки нагревается это мне знаете вот где лобовое стекло там туалета конденсат туалета какая-то мелкая пыль при этом я фильтр сам вытаскал здесь угольный фильтр стоит в бардачке можно самому кстати обслуживайтесь там все очень просто как во всех иномарках и он достаточно был чистый но вот на лобовом стекле видны знаете вот типа такой налет какой-то такой беловатый такой мутники достаточно и приходится тряпочкой постоянно его убирать ну не знаю у него такого не помню чтобы в каком-то автомобиле было 10 ну как бы это нужно всегда делать в любом автомобиле но были на это я делаю там в неделю не знаю там два-три раза бывает но это по мне что-то капец в общем то ли может быть на мойке что-то используют вот кстати у кого есть колоры друзья напишите если такая же штука либо это вот я что делаю не так и или мне просто не повезло еще здесь из плюсов что и здесь есть обогрев руля здесь есть обогрев форсунок вот они отсюда снизу подают воду бака здесь есть не ошибаюсь на 4 литра но так как нет здесь омывателя фарта его очень надолго хватает вот я вот там было что-то залито я подлил еще раз подлил там потому что думал что он когда поехал в москву думаешь ну даже полный был оказалось что там залил не за этом пол литра дай бог то есть ну за все время эксплуатации даже бачок я не вылил мне еще нравится что здесь большие лопухи и у них очень хороший обзор то есть вот все видно то знаете не маленький ничего то есть очень очень все четенько ну и плюс конечно камеры такие достаточно я считаю хорошие помощники когда ты паркуешься вечерние в ночное время шикарно все видно то есть из-за того что и фары светят габариты плюс сзади фары светит то есть ну все очень очень хорошо так запустим с вами двигатель и посмотрим на фары значит здесь смотрите из плюсов что мне еще понравилось очень часто вижу что когда лет фары и включается указатель поворота то фары перестает работать то есть светить и включается указатель поворота здесь видите у хотел сказать застройщиков производитель автомобиля это все разнесено и свет и причем ответил он сюда даже на бок заходит у тебя все вещи ты поворачиваешь и при этом ближний свет фар работает и здесь у них что-то еще написано full уэт технологи также дублируется вот здесь на лопухе и соответственно вот здесь на фаре и вот это вот так очень красиво смотрится вечернее время мне очень нравится как вот это смотрится полоска очень-то красиво не такой знаете приятный красный такой матовый свет очень и очень круто но теперь давайте подытожим автомобилем я очень доволен в дороге он прекрасен очень комфортно в нем себе ощущаешь что по бездорожью что по неровным дорогам что по хорошему асфальту естественно когда есть колея любой автомобиль немножечко уходит с траектории но здесь принципе все руль отпустить она практически едет прямо да понятно что в зависимости от колености где-то больше где-то меньше и и может водить это принципе нормально что еще про сходу топлива расход топлива у меня составляет если я еду куда-то далеко это где-то там 5 и 7 до 6 2 литра то есть они гоняют там есть же поплатки 130-140 тебе этого хватает и достаточно нормальный расход но если будете ехать и в москву также как я поплатки берите с собой медлентуш какие-то очереди на заправках просто сумасшедшие очень жалко там час времени потерять чтобы просто до заправки свой автомобиль ну и всегда заливайте полный бак бак кстати здесь на 50 литров и когда вы заливаете полный бак то ну там дай бог еще литр влазит больше у меня не получалось и потом постоянно срабатывает отсечка и уже некомфортно стоит в этот бак цедить в городе расход топлива где-то примерно 10 и 9 у меня был максимум литров когда вот машина долго стоит включен да вот мне там сейчас 13 аж показывает но она стоит как только начинаешь движение сразу начнет снижать этот уровень показать что намного меньше принципе заправляясь раз в неделю наверное автомобиль доволен он комфортный он современный он симпатично смотрится с ним это реально хочется больше на нем передвигаться очень много различных электронных помощников а если например раньше использовался до видеорегистратор то теперь это не нужно потому что встроено все в машине останется к ну надо как-то будет выделить время разобраться в может быть ваша помощь понадобится вот у кого есть аналогичный автомобиль как вообще оттуда взять запись и хочется посмотреть на это качество записи чтобы найти не вытаскивать постоянно эту карту памяти и обратно запихать потому что там очень неудобно сделано очень надо фонарик брать все светить в общем такая конечно странно а в самой панели там открываешь там нет такого знаете передать не знаю по блютусу примеру или еще что то возможно какое-то приложение есть либо я не разобрался но вот напишите друзья комментарии помогите мне зачем в целом нормально хорошие автомобили не нужно бояться китайцев это наша действительность я лично считаю что те кто производитель свалили скатертью вам дорога вас сюда никто не звал и вас отсюда никто не выгонял вы сами ушли поэтому хорошему же просто делать нормальный бойкот найти такой гражданский и не покупать и товары которые просто послали нас леса мы свалили а теперь просится обратно потому что для любого производителя рынок российской федерации достаточно лакомый кусочек ну вы сами открыли двери для китайского автопрома у них хотя бы цены доступные потому что все остальное покупать там даже ладо который стоит там 2 и 5 миллионов и выше это по мне конечно какой-то трындец ну а про европейские автомобили я конечно вообще молчу потому что когда смотришь там боевый эксперт нормальной комплектации 2526 миллионов стоит но извините это хорошая квартира эта машина через пару лет то есть нужно очень много зарабатывать для того чтобы можно позволить купить такой автомобиль через полагода его продать дисконтом почти в 50 процентов и приобрести более свежую модель поэтому большинство из нас конечно будет ездить как и я на китайцах и в скором времени пройдет там год-два и мы будем разбираться во всех производителях во всех моделях если сейчас там иногда даже тяжело произнести это название потому что я его не понимаю что через там год-два мы будем как говорится как это от языка будет название отскакивать вот так что друзья покупайте хорошие автомобили а кстати еще есть такой прикол что часто очень когда ты приобретаешь у дилера автомобиль тебе навязывать всякие допы все на свете вообще просто я его когда приобретал у дилера ничего вообще не навязывали я сам попросил коврики я сам попросил у них антикоррозийку спросил что еще есть они назвали гоня больше ничего не надо только это все без проблем мне продали по прайсу никаких не было дополнительных найти карта помощи на дороге там за пятьсот тысяч рублей там и так далее то есть все четко то есть стоимость автомобиля была на него официально тогда скидка я со скидкой его купил и приобрел соответственно вот те допы которые мне были нужны все больше ничего не брал потому что коврики коврики везде мне конечно нужно и любом принципе нужны и соответственно антикоррозийка это я побоялся и поэтому сделал но принципе я не переживаю дополнительно антикоррозийка никогда не помешает единственный был момент это постановки на учет на учет потому что что у нас какой-то трендец с этой записью с этими номерами очень пришлось только долго ждать а так в принципе все хорошо выдавали машину значит она полностью соответствует рендер мне как новостройки когда сможешь красивые картинки по факту совсем по-другому здесь все вот четенько выдавалась с бантиком и очень все приветливые говорили там а там то через там три тысячи не забудьте при этом мы вам еще позвоним напомним а сервисы я туда же где покупал езжу обслуживаю есть уже два видео это нулевое то это один со стоимостью их что сломалось не сломалось все есть видео посмотрите ссылочки оставлю в описании к видео ну в принципе все хочешь хороший автомобиль а еще скажу джили я выбрал почему потому что они мне больше все понравились по дизайну и когда ездил в каршеринге есть такие моменты когда вы открываете закрываете двери вот этот звук открытия звук закрытия восприятие салона восприятие отделки восприятие мультимедии то есть мне больше всего по душе по моему вот моим ощущениям моему комфорту подошел вот именно этот производитель чему я очень рад подписывайтесь на канал делитесь этим видео ну а я с вами как обычно друзья не прощаюсь говорю до скорых встречи спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok